Слава лайкум, братья, ну вот посмотрел бой Тима Дзю против какого-то Дениса Хогана, Ирландза. Ну, кто такой Денис Хоган? Давайте сначала поговорим о нем, чтобы понять вообще статус этого боя и все такое. Это середняк, но не такой сильный середняк, например, Сергей Деревянченко, который может доставить до хренища проблем любому чемпиону. А это, в общем-то, довольно слабенький середняк, который никаких проблем чемпиону доставить не может, который, в общем, ложится где-то до шестого раунда. Тогда запоминать, ты лошара, чмардяйна, ой, ё-моё. Если до этого Тим Дзю, ну, в основном, калашматил каких-то, не пойми кого, то вот уже вышел на слабеньких середняков. И я не понимаю вообще вот этих вот, знаете, сейчас такого шума, гамма. Тим Дзю, он вышел и уничтожил, он такой был злой, он показал, какой он крутой, какой он крутой. Он дрался против бойца довольно низкого уровня и, собственно говоря, у него там мало что получалось. Это раз. Во-вторых, к пятому раунду, когда угол Хогана выбросил белые полотенцы, Тим Дзю уже измотался конкретно. Он убился просто вообще в хлам. Хотя, конечно, он выбрасывал огромное количество ударов. Все эти удары, ну, не все эти удары, а где-то половина ударов были вообще в никуда. И не точные, и размашистые, и вообще, в общем, после этого поединка, вот, интересно было, как он пройдет этого Дениса Хогана. После этого поединка я хочу вам сказать, что Тим Дзю это такой хороший твердый середняк, который сможет доставить до хрена хлопот любому чемпиону. То есть, ну, вот его мать приблизительно как Сергей Деревянченко, да. Но победить ему, ну, вот сейчас, доминирующих чемпионов не получится. И я думаю, что, например, против Чарло он не достоит до Гонга. Я думаю, что вот сейчас, если бы состоялся бой Тима Дзю против Чарло, он бы лег где-то к чемпионским раундам, 100%. Ну, можно сказать, что он же не будет в следующем бою выходить против Чарло. Его еще будут подводить осторожненько, хотя его и так, в общем-то, ведут довольно осторожно. Куда уж осторожнее, да. Но, вы знаете, есть какой-то предел, предел талантливости, что ли. Предел таланта. Вот тот же Сергей Деревянченко. Очень крутой боец, но выше своей головы он прыгнуть не может. Вот, есть определенный, я увидел в этом бою определенный предел и Тима Дзю. И я думаю, что, ну, вряд ли мне кажется, что он станет чемпионом. Хотя, может быть, в последующих боях он сломает это мое убеждение. И я скажу, что нет, друзья, извините, я был не прав. Это такое дело, да. Я готов признать свою ошибку. И, может, по одному бою не стоит особо судить об этом. Почему вообще такой сыр-бор вокруг этого австралийского парня? Да потому, что это сын самого Костя Дзю, одного из двух абсолютных чемпионов на постсоветском пространстве. Вот за все время второй. Это был Александр Усик, который стал, вы знаете, абсолютным в Крузер Вейте. Вот их всего было два. Так что, ну, легендарный, в общем-то, человек Костя Дзю. И все ожидают, что и Тим Дзю тоже повторит его, скажем, достижения. И ожидают от него чего-то такого, каких-то пудриков Геракла. Но я сразу скажу, что он не повторит однозначно достижения своего отца. В самом лучшем случае он, возможно, станет чемпионом мира. Если там звезды, как говорится, сложатся и карта ляжет и все такое, то может стать чемпионом по одной из версий, хотя не думаю. Ну, в общем, вот такое мое, как бы, довольно скептическое мнение об этом австралийском бойце. Не верю я в него, не стать ему каким-то крутым. Пишите, дорогие друзья, что вы думаете по этому поводу. Возможно, я не прав, возможно, я чего-то вот не вижу в упор, знаете, не замечаю. На самом деле, это очень крутой боец. И он еще покажет всем Кузькину мать, и он будет круче даже своего отца. Если вы приведете какие-то убедительные аргументы, то я готов даже с ними согласиться, я тоже такое делаю. Ну что ж, дорогие друзья, ставьте пальцы вверх, не забывайте подписываться на наш канал. И всего вам, ребята, самого крутезного в этой жизни.